Ребят, всем огромный привет! Рада вас приветствовать на своем канале. С вами снова я, Сюзанна. И сегодня будут идеи подарков для мужчин. Это подарки абсолютно для всех мужчин, для мальчиков, для брата, для молодого человека, для дедушки, папы, друга, брата, коллеги. Выбирайте, кому из них больше этот подарок подойдет. Эти идеи подарков подойдут. Я сейчас собрала все эти идеи, мне кажется, они очень прикольные. Что-то, возможно, будет казаться банально, но в целом, надеюсь, вы здесь что-то интересное найдете. Я сейчас буду показывать какие-то идеи. Не обязательно дарить именно эти же товары. Можно купить что-то более дорогое, либо что-то более дешевое. То, что подойдет именно вам, и спокойно дарить, и не париться, нашли вы именно то, что я показываю или нет. Первое, с чего я начну, это, наверное, будет органайзер. Я взяла самый вот такой простой вариант. Он идет из Икеи. Стоит он достаточно недорого. Позвольте его, в принципе, себе как подарок может каждая. Если, например, ваш мужчина или парень, брат и неважно кто, главное, чтобы мужской пол работает дома, либо учится, и у него какой-то то ли беспорядок на столе, то ли он просто наоборот любит все организовывать, то можно спокойно подобные вещи дарить. Я думаю, все такое оценят. Это и практично, и удобно. Если вам, например, по цене не подходит такой набор, то можно купить какой-нибудь брендовый из натуральной кожи, либо какой-нибудь там суперфункциональный. Ну, а если вас устраивает такой вариант, то это будет прекрасным подарком. Я думаю, любой мужчина оценит, если именно для него такое подходит. Следующая идея подарка – это будет скретч-карта. Это такая карта, на которой можно стирать отдельные страны, например, куда человек съездил, и отметить, что он там был. Либо, наоборот, если хочет туда поехать, то стереть эту страну и планировать туда поездку. Такой картой можно будет просто украсить интерьер, можно будет повесить над рабочим столом. Она сама по себе, как картина, очень прикольно смотрится. Также очень круто будет смотреться и в стертом виде, и это как бы уже получается наглядно. То есть вы понимаете, где вы были, куда вы хотели поехать. Такими штуками очень удобно планировать какие-то поездки, отмечать, все это записывать на самой же карте. Так как в подарочном наборе есть полный комплект для планирования каких-то поездок, отмечать какие-то заметки для себя оставлять. Я думаю, такой подарок на самом деле мало кто ожидает, но обрадуются ему все. Следующее, что я советую, это тоже достаточно практичный и удобный подарок. Это чехол для планшета. Он идет вместе с клавиатурой, то есть получается вот в таком сложенном состоянии. Это как мини-компьютер, который очень удобно брать с собой. Здесь также в наборе идет ручка, то есть место для ручки, куда ее можно очень удобно вставить. Клавиатура сама по себе очень маленькая, и это вот так вот раскладывается, таким образом, как книжечка складывается. Не занимает много места, достаточно легкий, удобный, он качественный. То есть в принципе это два в одном, вы как бы сохраняете сам планшет, и плюс еще удобная клавиатура, чтобы можно было прям где-нибудь на ходу работать. Либо если, например, по цене опять же не подходит с клавиатуры, то можно брать просто какие-нибудь красивые чехлы для планшетов, телефонов, ноутбуков. И подобные подарки, я думаю, всем приятно будет получать, потому что такие вещи, они часто изнашиваются, и хочется их менять. Следующее, на что я советую обратить внимание, это вот такие вот красивые штучки. Это кардхолдер, это удобная штука. Я думаю, сейчас уже практически все перестали с собой носить наличку, и в основном все пользуются картами, поэтому вот такая штука очень удобная. Они есть дешевые, есть более дорогие. Здесь уже смотрите на свои карманы, свое усмотрение. Я бы все-таки, наверное, советовала в подарок обращать внимание именно на классические версии, которые из натуральной кожи, либо темно-коричневые, либо черные, в которых бы было достаточно отделения, чтобы помещались все карточки того человека, как ему вы будете дарить. Ну и опять же, у вас всегда будет такое воспоминание. Каждый раз, когда человек будет доставать вот такую вот штуку, а доставать он ее будет часто, будет вспоминать именно вас. Следующая идея подарка, это такая уже из разряда, ну, в принципе, это и полезная, и из баловства. Это две вот такие рации. То есть, в принципе, вы можете подарить одну рацию, просто у нас их две. Это очень удобно для каких-то поездок с друзьями. Мы с друзьями уже опробовали, и они работают на достаточно большом расстоянии. Либо если вы куда-то едете на природу, и вам с большого расстояния нужно будет друг с другом как-то связываться. В принципе, мы даже вот в быту умудряемся как-то их применять. И это очень удобно для того, чтобы не ходить, например, и не кричать друг к другу. Можно просто по рации друг с другом связываться. Парни любят такие штуки, и мужчины тоже. Если у вас, например, папа или дедушка, охотник или рыбак, вот такая штука точно ему пригодится. Да и, в принципе, и молодой парень, и все такую штуку оценят, и найдут ей применение, и будут вам благодарны за такой подарок. Также, я думаю, не стоит списывать со счетов такие вещи, как наушники. Здесь вы уже выбирайте сами. Это будут беспроводные, либо наоборот проводные, вот такие вот большие, либо вот такие вот маленькие. Цвет, размер, я думаю, это сейчас не имеет значения. Я вам предлагаю, как вариант, вот такие вот наушники от, по-моему, это какой-то европейский бренд, называется Судео. Плюс этих наушников в том, что они просто не падают, не теряются. Они вот таким образом одеваются. Если обычные маленькие наушники, их не видно, их, в принципе, можно потерять, и многие их теряют, то с этими эта проблема будет решена. Но, опять же, смотрите, более дорогие, более бюджетные аналоги. И, я думаю, такой подарок тоже оценят все. Следующий, на что я советую обратить внимание, это вот такие штуки, как ремни. В чем необычность именно такого ремня? Он идет двухсторонний. То есть, одна сторона у него черная, вторая у него сторона такая вот темно-коричневая. То есть, вот эта вот штука, она вот таким-то образом переворачивается. То есть, получается, вы дарите один ремень, а применять его можно как черной стороной, так коричневой. Получается, это как бы ремень два в одном. Здесь я советую выбирать, наверное, тоже достаточно классические цвета. Это темно-синий, черный, коричневый. Главное, чтобы он был кожаный, потому что кожаный дольше служит и выглядит явно лучше. Следующий подарок уже, наверное, для более таких подростков, либо детей. Ну, в принципе, и для молодых людей тоже такая штука пойдет. Это такие вот настольные игры. Сюда бы я уже несколько раз повторял, сюда бы я включила и такие штуки, как покер. Если ваш молодой человек, например, встречает сейчас со своими друзьями, и они как-то интересно любят проводить время, то можно дарить вот такие вот настольные игры, которые займут и отвлекут. Да, в принципе, если вы встречаетесь в компании с вашими друзьями, то можно тоже дарить вот такие вот подарки. Здесь вы тоже можете смотреть по своему карману. То есть, есть более дорогие, более дешевые, есть различные игры. Можно также взять мафию, можно взять покер. Но их на самом деле огромное множество. И просто выбирайте в магазинах то, что подойдет именно вам. Следующая идея подарка, которая подойдет именно на зиму, и я думаю, все-таки все мужчины этот подарок оценят, и это комплект хорошего, качественного термобелья. Здесь бы я просто советовала брать более эластичный, чтобы он был в обтяжку, чтобы не сковывал движение, чтобы в нем было удобно, чтобы и согревал, и сохранял тепло, и не позволял потеть, и чтобы, ну, просто это было удобно. Опять же, стоит обратить внимание на более классические цвета. Скорее всего, лучше брать что-то черное, то что-то более практичное. Есть такие комплекты термобелья, которые из качественной синтетики, которые куда лучше, чем из хлопка, потому что хлопок чаще всего изнашивается. Ну, и плюсом к такому термобелью можно положить какие-нибудь новогодние симпатичные носочки, просто как бонус. Ну, все любят вот такие милые штуки. Это будет прекрасным подарком, то есть комплект термобелья плюс какие-нибудь носочки или что-то такое миленькое добавит. Будет очень круто. На этом все. Я надеюсь, эти идеи подарков вам понравились. Внизу в комментариях обязательно делитесь своими идеями новогодних подарков. Если видео понравилось, ставьте пальчик вверх. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы смотреть новые видео. Всем огромное спасибо за внимание. До скорых встреч в следующих видео. Всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok